Нам очень близок этот святой. Лично для меня он очень близок еще тем, что он меня спас от смерти, конкретной смерти, понимаете? Потому что идет борьба. Битва идет каждый день. Я уснул, мне приснился человек в черной одежде с крестом. Подошел, сказал, вот крест, неси свой, и получишь такой же. В году 80-м мне принесли большую икону святителя Николая, который сейчас находится в Никольском храме и с мощами. Просто принесли. Я так понял, что надо за ним почитать Акафист. И Акафист какое-то время был такой радостью очень большой. Там был такой период, когда такой неофитский, что тебе все нравится, у тебя такое вдохновение, и ты просил Бога, чтобы как-то прислал тебе духовника. И попал к отцу Андрею. И просто сказал ему, что хочется просто какое-то свое время посвятить не просто хождению в храм, а применить какие-то свои силы и время для того, чтобы кому-то чем-то помочь. Мы поехали на остров к отцу Николаю Гурьянову. Батюшка, увидев нас, сказал, о, ангелы белые, откуда вы? И, конечно же, мы получили это благословение, эти молитвы. И в знак батюшкиного участия, участия отца Николая в строительстве храма, он нам даровал пять российских рублей. Потом мы поняли, почему это были пять рублей, потому что это чуть ли не единственная была купюра на просвет, водяными знаками. Там был изображен храм. Мы иконостас устанавливали ночью. Писали его в новинках в больнице, в подвале там. И вот, помню, уже ночь, и мы эти иконы, огромные иконы, несем через проходную новинок. Там эти на проходной вообще дежурные, они просто не поняли, что это такой закрестный ход, такой огромный. Я в руках держу помянник. Конечно, он дорог. И дорог он еще тем, что в качестве его обложки много-много лет назад. Я как-то вот решила использовать чертежи для строительства наших храмов, когда уже тут храм был воздвигнут, чтобы чертежи не пропали. Как-то вот было такое желание у меня оставить это в качестве обложки. Идет борьба. Битва идет каждый день. И люди приходят в храм. Святителя Николая для того, чтобы врачевать свои раны. Все жертвы людей, которые они приносили, кольца, серьги, кулоны, все серебро, золото, было вложено в этот оклад. Закончили работу, все уставшие уже. Такая работа, она такая напряженная была. Кто-то уже были такие, что уже там чуть не ругались с друг другом. Кто-то паял, кто-то там клепал, все уставшие черные. И потом уже такая темная погода, так спасмурно, помню, было. И положили оклад, протерли его, стояли на него, смотрели. И тут, где эту щелочку солнца нашло, получилось, осветилась икона полностью. Луч упал на икону, осветилось у нее лицо и рука, которую он благословляет. Мне как-то запомнилось, вот был такой момент в жизни монастыря, очень трудный. Была служба святителя Николая. И когда мы вышли на Палеилей, начали петь величание святителя Николая, весь храм, как бы, это величание стал подпевать. Вдруг именно вот это вот величание, вот эта вот общая такая молитва, она как бы рассеяла эту тьму. Почувствовалось, что здесь, на святой Николая, вот нам сейчас в этот момент помогает. Поэтому для нас этот праздник очень дорог, что мы все вместе, и прихожане, и священство, и монашествующие, и русские, все мы молимся, и будем петь вместе, это токафист дивный. И я думаю, что наша молитва не будет неуслышана, что Господь за молитву этого великого угодника Божия даст нам еще возможность что-то сделать, потрудиться, а главное помочь своему ближнему. Субтитры сделал DimaTorzok